Дорожная полиция В пятницу в России профессиональный праздник отмечали сотрудники Дорожной автоинспекции. Дата для праздника была выбрана не случайно. Именно 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу». Профессиональный праздник сотрудников ГИБДД отмечается ежегодно 3 июля. В этом году управлению Госавтоинспекции исполняется 79 лет. Главными действующими лицами в День ГИБДД в России вполне законно являются его сотрудники от самых младших до самых высоких званий. Работа инспекторов дорожного движения нелегка и очень необходима, так как с каждым годом количество автомобилей и водителей на наших дорогах увеличивается. Главная цель инспектора – обеспечение соблюдения участниками дорожного движения установленных правил. Если не соблюдать их, то на дорогах будет царить настоящий хаос. И путь из одной точки в другой превратится в смертельный аттракцион. «Мы хотим показать гражданам, что наши сотрудники работают в любое время суток, в любой день недели, в любых погодных условиях. Стать ближе к людям, объяснить нашу работу, чтобы они поняли, не было между нами такого недопонимания. И нам хотелось бы с их стороны чуть-чуть больше взаимопонимания, чуть-чуть больше уважения. Все-таки сотрудники полиции – это те же люди, они из того же общества, в котором мы вместе с вами живем, и поэтому нам нужно быть заодно». Традиционные рейды, акции, профилактические занятия в образовательных учреждениях. Вся дополнительная работа, призванная информировать население и воспитывать сознательность у молодого поколения, ведется автополицейскими на регулярной основе. Сами работники постоянно проходят курсы повышения квалификации и очень оперативно реагируют на изменения законов или правил, касающихся их сферы деятельности, и стараются как можно быстрее проинформировать и донести их смысл до водителей. Мы поздравляем сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником и говорим спасибо за их труд и бдительность, ведь во многом благодаря стараниям автополицейских ситуация на наших дорогах постепенно улучшается. Накануне с матерями призывников встретился военный комиссар Рязанской области Владислав Деев. Он ответил на основные интересующие родители ребят вопросы, как и где будут служить их сыновья. Традиционно встречи с родителями призывников проходят до начала призыва. На этот раз в разгар призывной кампании возникло множество вопросов, в связи с которыми военный комиссариат и организовал внеочередной семинар. Старались всегда проводить перед призывом, но в этот раз так получилось, что проводим в конце, потому что очень много вопросов возникает у родителей о местах службы детей, в частности о местах службы в учебных подразделениях. У нас как раз по плану наших отправок мы ребят призываем, отправляем в учебное подразделение сейчас. И об этом хотели бы поговорить, рассказать родителям, что это такое и что им ждать от этого. В основном вопросы были связаны с местом прохождения военной службы. Владислав Деев подробно рассказал родителям о том, где и как приходится служить их детям. Родители, естественно, волнуются за своих детей, конечно. Тем более, было принято много поправок, в основном полагающий наш закон о воинской обязанности и военной службе. Не все еще разобрались в этих поправках. Если бы были такие вопросы, мы были на них готовы ответить. Кроме того, за круглым столом обсудили ряд вопросов, связанных с изменениями в законодательстве. К примеру, теперь призывникам дается только одна отсрочка по учебе, зато тем, кто удачно сдал ЕГЭ, дают время на поступление в институт. Они призывают сразу после выпускного. Следующий семинар состоится перед осенним призывом. На прошлой неделе на Рязанском Кожевином заводе состоялось крупное совещание с участием заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Евтухова и губернатора Рязанской области Олега Ковалева. О чем говорили на совещании и каковы перспективы крупнейшего промышленного предприятия региона? Об этом в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал председатель Совета директоров ЗАО «Русская кожа» Игорь Сурин. Игорь Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. На прошлой неделе на Рязанском Кожевином заводе прошло крупное совещание с участием заместителя министра промышленности России, губернатора Рязанской области. Собственно говоря, о чем шла речь на этом совещании? Да, действительно, Министерство промышленности Российской Федерации провело плановое совещание в формате сессии, на которые были приглашены представители крупных предприятий автомобильной и легкой промышленности. Целью подобных совещаний является создание так называемых цепочек добавочной стоимости и межотраслевой кооперации. Это когда предприятия, производящие одни виды продукции, продают предприятие другим и создают продукт уже с большей добавочной стоимостью. А почему именно Рязанский кожзавод был выбран местом проведения совещания? Во-первых, Рязанский кожзавод вошел в список предприятий, утвержденных Министерством промышленности, как предприятие, оказывающее существенное влияние на отрасль промышленности и торговля. И предприятие действительно является лидером по объему производства кожзаводной продукции. Во-вторых, в рамках программ по импортозамещению Рязанский кожзавод участвовал в научно-исследовательских работах по созданию высокотехнологичного материала кожзаводного для применения в автомобильной промышленности, для салонов автомобилей. И на этом совещании мы сделали не только презентацию самого продукта, но и салон автомобиля, который изготовлен из нашей кожи. Также на этом совещании и другие компании смогли представить свои новые разработки. О чем еще шла речь на данном совещании? О чем еще говорили? Ну, так как в Рязанской губернии не только Рязанский кожзавод сотрудничает с автомобильной промышленностью или пытается сотрудничать, а есть и другие предприятия, как легкой промышленности, так и предприятия, производящие компоненты для автомобильной промышленности, то, конечно, в первую очередь обсуждались вопросы о необходимости поддержки правительством продвижения новейших разработок, новейших продуктов на отечественном рынке. Это раз. Помимо этого, губернатор Рязанской области особо отметил важность и необходимость введения ограничений на вывоз ограниченных ресурсов. В частности, он обращался к премьер-министру Медведеву Дмитрию Анатольевичу с просьбой ввести временный запрет на вывоз кожевых сырьевых ресурсов. Данное прошение было поддержано Министерством промышленности, и в данный момент этот вопрос поставлен на мониторинг. Вообще, мы очень благодарны всем участникам данного совещания за поддержку, за высокую оценку результатов нашей работы и за интерес, проявленный к нашей продукции. Ну, если абстрагироваться от прошедшего совещания, наверное, ни для кого не секрет, что российская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, к великому сожалению. Вот как вот в этой ситуации сейчас чувствует себя Рязанский кожевинный завод? Ну, мы людей не сокращаем, заработную плату выплачиваем своевременно, но, тем не менее, нас тоже беспокоит некий спад, потребительский спад в продукции, в потреблении продукции. Но мы постоянно ищем новые рынки сбыта, новые ниши для применения наших материалов. В частности, помимо традиционных секторов, таких как обувная промышленность, там мебельный, волонтерейный, мы ведем разработки по применению нашей кожи в автомобилестроении, в железнодорожном транспорте, в медицине, для детской и ортопедической обуви. Хотя нашему предприятию грех жаловаться, наша продукция продается и так в 16 стран мира. Но основным ключевым все равно для нас остается и важным – это отечественный рынок. Илья Николаевич, ну, Рязанский кожевинный завод всегда еще и славился со своей большой социальной программой. И не секрет, что благополучие прилегающих непосредственно к предприятию микрорайона, в первую очередь это недостоевое конечиво, во многом зависит от того, как себя чувствует завод. Вот что касается социальной программы, как сейчас обстоят дела? Ну, мы ни одной социальной программы не сократили и не уретали. Вообще мы для себя, пережив уже не один кризис, мы для себя сделали вывод, что сокращать в первую очередь надо неэффективные затраты. Но ни в коем случае не сокращать социальные программы. Да, действительно, Рязанский кожевинный завод в числе компаний «Инвест» участвует в большом количестве социальных программ. Ну, в частности, мы финансируем некоммерческий фонд во имя святителя Василия Рязанского, который поддерживает нуждающихся, которые попали в сложные ситуации. Мы финансируем спортивную школу с Дюшор по борьбе с самбо и дзюдо. В ней занимаются более двух тысяч детей бесплатно. Это и спортивно-оздоровительный лагерь, в котором за лето оздоравливается более полутора тысяч человек, не только дети работников предприятий, компаний, но и бюджетных организаций. Да и множество других, я их всех даже не упомню. Но вообще социальную работу мы проводим как через наших депутатов, так и через работников компаний. Мы выделяем фонды, цель которых для этих людей, мы выделяем фонды, цель которых оперативно реагировать на проблемы особо нуждающихся слоев населения. Так как сейчас приближаются выборы в Рязанскую областную думу, коллектив «Русской кожи» поддержал Жукаева Александровича, который участвовал в праймере с «Единой России» и победил на нем. И надеемся, что он станет достойным продолжателем и человеком, который доносит нашу социальную политику и наши социальные программы для населения. Ну что ж, благодарю вас. Спасибо, что нашли время. Игорь Сурин, председатель Совета директоров ЗАО «Русской кожи» одного из крупнейших промышленных предприятий Рязани. В рамках экономических новостей мы начинаем цикл репортажей о том, как и на чем можно сэкономить в кризис. Сегодняшний сюжет для автомобилистов. Владельцы собственных автотранспортных средств нередко задаются этим вопросом, как заезжать на заправку реже. На помощь приходят бывалые автомобилисты и механики. Они дают проверенные временем рекомендации. Применяя их, можно увидеть, как ваше авто начинает потреблять топливо как минимум на 10% меньше. Итак, начинаем пересматривать свои транспортные расходы. Если вы хотите сэкономить, естественно, покупайте над какую-то бюджетную, малолитражную машину. Если купили джип с огромным объемом двигателя, скажем, литров 6, то, естественно, готовьтесь, что вас будут узнавать на заправках. Малолитражки, естественно, они кушают поменьше бензина, и можно на этом сэкономить. Обращали ли вы внимание на свою манеру вождения? Конечно, очень приятно, уверенно, обгонять всех, резко разгоняясь с места. Но таким образом ваши авто расходуют больше топлива. А вот спокойная езда, как утверждают эксперты, позволяет сэкономить горючего до 30%. Второе, что можно сказать, это, естественно, стиль вождения. То есть, если ускоряешься резко, резко тормозишь, даже в экземпляционных билетах, в принципе, и есть такой вопрос, как влияет на расход топлива. Естественно, правильный ответ – расход топлива увеличивается. Ну, также, естественно, опыт людей, которые ездят. То есть, если не вовремя переключать передачи, затягивать разгон, или, наоборот, включать очень рано передачи, естественно, расход увеличится. Это, пожалуй, самый важный совет, который могут дать бывалые водители. Причем это касается и тех, кто пользуется механической коробкой передач, и тех, у кого автомобиль на автомате. Кондиционер выдувает деньги на ветер. Придется в какой-то мере пожертвовать комфортом, но зато сэкономить можно и до 20% топлива. Простая статистика показывает, что если автомобиль с открытыми окнами движется со средней скоростью 50 км в час, то перерасход топлива будет на уровне 8%. А если вы закроете окна и включите кондиционер, то цифра увеличится уже на 15%. Если включается кондиционер, естественно, расход бензина повышается порядка на 15%. Это очень хорошо заметно на малолитражных автомобилях, когда его включаешь, особенно в подъеме. Будет полное ощущение, что у нас на прицепе кто-то есть. Есть и другие способы экономить на авто. Например, покрыть железного коня специальной краской, производители которой обещают, что машина никогда не станет жертвой коррозии или внешних повреждений. Уникальное покрытие раптор. Плюс то, что автомобиль не подвергается коррозии металла, износ к стойкости автомобиля улучшается покрытие и защищает автомобиль от царапин и сколов. При проведении механических повреждений, то есть не оставляет никаких следов. Также профессионалы предлагают установить дополнительные детали, которые послужат долговечной службе работы некоторых механизмов любимой машины. Это уритановые баферы, у которых вставляются витки пружин амортизаторов в подвеске. Для чего нужно? Повышенная комфортность при езде. Если вы наезжаете на лежачий полицейский или попадаете в яму, весь удар берет на себя именно вот эта штука. Уритановый бафер. Если взять в пример этот автомобиль, стойка амортизатора на данной модели автомобиля «Леприк» стоит в районе 10 тысяч рублей. Это не оригинальная стойка амортизатора. Баферы же стоят в два раза дешевле, и мы экономим на этом. Есть еще несколько полезных советов. Сократите количество электропотребителей, чтобы уменьшить нагрузку на генератор. Таким образом, налицо экономия до 10%. Прогревая двигатель, не тратьте лишнее время. Как только стрелка указателя температуры сдвинется с места, это сигнал к тому, что можно ехать. Следите за давлением в шинах. Некоторые пренебрегают подкачкой шин. Почаще проверяйте, особенно на отечественной резине. Если в паспорте написано, что давление в шинах должно быть 1,8 или 2, надо держать в этом пределе. Если у вас даже уходит на 0,1 атмосфера, у вас повышается расход бензина на примерно 2-3%. И не экономьте на бензине. Лучше залить 95-й, зато в итоге снизить расход топлива на 10-15%. Чем заливать менее качественной 92-й. Вот что написано на руководстве эксплуатации автомобиля, то есть 92-й, 95-й, нужно просто попробовать, какой бензин лучше. Потому что вроде казалось бы, 95-й бензин, он как бы концентрированный. То есть он качественный, энергии в нем, грубо говоря, больше. То есть при эксплуатации расход его, естественно, будет меньше. Его будет тратиться просто меньше. Подводя итоги, кому-то покажется сложным соблюдать все рекомендации. Но некоторые из них вы точно сможете взять себе на вооружение. Среди прочего, Рязань славится своими путешественниками. Всем нам известны крупнейшие российские экспедиции на Аляску под руководством нашего земляка, героя России Михаила Малахова. В результате научных исследований собрана интересная коллекция предметов, характеризующая быт коренного населения Аляски. Примечательно, что среди потомков эскимосов оказалось много людей с русскими именами и фамилиями. Была даже целая группа местных жителей с фамилией Ивановы. На этой неделе Рязань с визитом посетила вождь одного из племен Аляски. Русский дух – американская Аляски. В Рязанском музее путешественников прошла пресс-конференция, посвященная именно этой тематике. Исследователь, путешественник, почетный полярник и герой России Михаил Малахов К этому краю испытывает особый интерес. На этот раз, правда, сама Аляска приехала к нам погостить. А точнее, вождь племени из поселка Нижний Калскак – Настасия Ливай. По словам рязанских исследователей, Настасия является отличным помощником в исследованиях территории полуострова. И их совместная работа, несомненно, приведет к еще многим интересным открытиям в изучении быта православных жителей Аляски. Самым большим помощником за все пять лет экспедиции, самым эффективным, я бы сказала, управленцем, которого из более чем 50 деревень мы встретили на своем пути во время своих пяти экспедиций на Аляску и Ливусские острова, самый, все-таки, пожалуй, такой вот уважаемый, самый организованный и самый большой помощник казалась Настасия Джеки Ливай, которую мы сегодня вам показываем. Это ее второй визит у нас в Россию. Она реально вождь племени, вождь племени в этой деревне. Деревня Нижний Колсках, и она эскимос по национальности. Два года назад она здесь уже была. Гостья пополнила экспозицию музея путешественников привезенными подарками. Национальные платья, в которых невооруженным глазом просматриваются сходства с традиционными русскими, займут почетные места в залах музея. Госпожа Ливай пообещала продолжить работу с рязанскими исследователями. Несмотря на праздники, сотрудники рязанских силовых ведомств продолжают нести свою нелегкую службу. Уходящая неделя, как, впрочем, и обычно, оказалась богата на происшествия. Обзор криминальных событий продолжает эфир программы. Начнем обзор с дорожно-транспортных происшествий. Рано утром во вторник на улице Зубковой возле дома 27 пьяный водитель за рулем «двенашки» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Вольксвагеном Туран». Как оказалось, день накануне аварии у виновника ДТП не задался. Вечером он пришел на завод, где трудился, под шофе. Там стал вести себя неадекватно, и его отстранили от работы. Слегка отоспавшись в раздевалке, он решил отправиться к себе домой. Разумеется, за рулем своего автомобиля. Через считанные минуты он совершил лобовое столкновение. В результате юные пассажиры, пострадавшего «Вольксвагена», а это две девочки 11 и 13 лет, а также 4-летний ребенок, были доставлены в больницу. А на следующий день пришлось потрудиться и рязанским полицейским. К ним в 3 часа утра поступило сообщение о заминировании скорого поезда «Москва-Новороссийск». Который остановился на вокзале «Рязань-2». Сотрудники специальных служб оперативно прибыли на место. Они эвакуировали припаркованные автомобили с привокзальной площади, а также пассажиров поезда. И после осмотра кинологами поезд продолжил движение до «Новороссийска». А рязанские наркополицейские изъяли у наркораспространителей за последнюю неделю июня более 5 килограммов марихуаны. Сейчас оперативники госнаркоконтроля проводят операцию «МАК-2015». И еще сотрудники УФСКН смогли пресечь канал поступления героина в областной центр из Москвы. Они задержали двух жителей нашего города, которые входили в состав интернациональной преступной группы наркоторговцев. Оба мужчины ранее судимы за распространение наркотиков. Сбывали они героин бесконтактным способом путем закладок. При обследовании салона под ковриком заднего сидения была обнаружена пластиковая бутылка, заполненная 30 свертками. Вес изъятого наркотика эквивалентен полутора тысячам разовых доз. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере в составе организованной преступной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. А вот в среду в Рязанском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Советского районного суда Рязани в отношении Валерия Рюмина и Сергея Панина. Напомним, что Советский суд признал Рюмина и Панина виновными в совершении вымогательства группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Оба получили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в 300 тысяч рублей с быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор Валерия Рюмин и Сергей Панин решили обжаловать. По итогам заседания в облсуде принято решение отложить рассмотрение на 23 июля для дополнительного изучения в связи с большим объемом уголовного дела. О том, что необходимо всегда находиться в хорошей физической форме, напомнили молодежи во время торжественной церемонии закрытия спартакиады России среди допризывников. В среду на плацу Рязанского десантного училища награждали победителей и призеров этого первенства. С 26 июня по 1 июля Рязань во второй раз приняла участников спартакиады молодежи допризывного возраста. Спартакиада собрала 39 команд из разных уголков нашей страны. В соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, метанию гранаты, подтягиванию, стрельбе из пневматической винтовки, пейнтболу и военизированной эстафете принимали участие юноши 15-17 лет. Все они представляли спортивные клубы и центры военно-патриотической подготовки своих регионов. В командном зачете третье место заняли ребята из Ханты-Мансийска. Второе – представители Оренбургской области. Кубок за первое место получили спортсмены из Санкт-Петербурга. Мы долго к этому готовились, стремились. Четыре года мы уже на России и в прошлом году второе место было. В этом году мы наконец-таки победили. Очень радостно, что мы победили. Готовились мы долго. Я три года, Артем два. И в итоге победа. Соперничество было серьезное. Мы смогли отстоять, показать на все, что мы способны. И, конечно, занять первое место в общем зачете. Рязанские ребята заняли в общем зачете 19-е место. Но, как считает командир команды, это неплохой результат для первого выступления в соревнованиях всероссийского уровня. Я, как капитан, чувствую гордостью, что стою здесь. Обещаю, что будем стремиться к следующему году за первое место победить. Рязанская область представила сборная учащихся старших классов, победителей регионального этапа спартакиады. И еще о спорте. В минувшие выходные столицы Азербайджана завершились первые в спортивной истории европейские игры. Победителем в общем медальном зачете стала сборная России. Наши спортсмены завоевали 164 медали, 79 из которых золотого достоинства. При этом российские атлеты опередили команду хозяев европейских игр, завоевавших второе место в медальном зачете практически в три раза. Среди призеров этого международного турнира оказались и рязанские спортсмены. Два рязанских дзюдоиста Иван Нифонтов и Михаил Пуляев стали призерами первых европейских игр, которые прошли в Баку с 12 по 28 июня. Оба завоевали медали в личном турнире. Лидер российской сборной в весовой категории до 81 килограмма Иван Нифонтов стал серебряным призером. В финальном поединке он уступил грузинскому борцу Автандилу Црикишвили. А Михаил Пуляев в весовой категории до 66 килограммов стал третьим. Но помимо личных выступлений Михаил участвовал еще и в командных соревнованиях, которые одновременно являлись командным чемпионатом Европы. Там наши дзюдоисты завоевали бронзу. Любой старт, где ты вошел в число призеров, это уже успешно. Понятно, что ребята не совсем удовлетворены таким результатом, потому что каждый спортсмен, каждый солдат мечтает стать генералом, а каждый спортсмен мечтает быть первым. Все-таки завоевать первое место, это, конечно, за этим и едут на соревнования. Но я считаю, ребята вошли в число призеров, и это очень успешно. Сейчас рязанским дзюдоистам Ивану Нифонтову и Михаилу Пуляеву предстоит пройти два сбора, чтобы достойно выступить в августе на главном старте сезона чемпионате мира, который пройдет в Казахстане. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова